Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Если смотреть на вашу ситуацию, то здесь в целом все зависит исключительно от того, хотите ли вы больше общения или нет. То есть, если больше общения вам нужно, если вы заказите своё одиночество, если вам тяжело в одиночестве, то то, что вы делаете, разрешаете всё до ощущения, что вы никому не нужны. Что вы одна, что вы ничего не знаете, что вы никому не нужны и уходите в мир фантазии, где генерируете свои собственные представления о том, как бы вы общались с важными для себя личными людьми. Если потребности в общении нет, по крайней мере, она не ощущается, то можно, конечно, в таком случае говорить о некоторых других вещах, по типу, ну, например, по типу того, что, может быть, вы подавляете потребности. в себе, да, может быть, разговаривая с важными людьми о чём-то, вы подходите к решению своей какой-то проблемы, да. То есть, вот именно по данному конкретному описанию никто вам диагноз ставить не будет. Вот как мой коллега сказал, что у вас может быть чужойный тип или тревожный тип, в зависимости от субъективного, от субъективных субъективной позиции. Так оно, в принципе, и есть, да, но это тип, это не расстройство, это не диагноз, а вы говорите именно о расстройстве, т.е. вы боитесь сойти с ума. И я могу предположить, что боитесь, что вы сойти с ума, потому что, если вы сойти с ума, то что? Что произойдёт? Люди будут там хуже и хуже относиться. Вы потеряете надежду на, ну, на общение с людьми, то что произойдёт? Вот, попробуйте как-то ответить на этот вопрос. Это достаточно важный, ну, достаточно важный момент, на мой взгляд. Вот, это то, что я могу вам сказать. Больше, наверное, особо ничего, т.е. это, как бы, ну, ваше состояние, да, оно свидетельствует о том, что вы либо становитесь в тревоге, вот таким способом, либо вы ведёте внутренний диалог на какую-то тему важную вам, вот, либо вы решает свою проблему, какую-то, вот, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что могу ответить. Вот, никто, ну, как бы, ягодно поставить вам не будет. Вот, как говорить, что реального общения надо. А, хорошо. Реального общения надо. А больше общения хочется или нет? Или как? Вот, как это происходит? Ну, именно больше общения вам нужно? То есть мало. Ну, условно говоря, как вы определяете, что его мало? Тут, тут указывают на это, на то, что, ну, на то, что вообще мало. Вы это оцениваете по каким критериям? Это верно, на самом деле. Потому что, вот, собственно, значит, ну, от того, удовлетворены ли вы общениям или нет? Зависит, зависит от природы вашего состояния. Как мне видится. Да, понимает, что я имею ввиду. Дальше. Как вы относитесь к людям? Ну, я имею ввиду к другим людям. Насколько вам важно их мнение? Важно ли оно вам? Если важно, то чем важно? То есть мне кажется, что на это тоже нужно обратиться ваше внимание. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Подумайте, как следует. И следующим шагом станет обсуждение вашей обратной связи на консультации с тем, кого вы выберете для решения своих проблем. Всего вам самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...